Среди ученых сложилось общее мнение, что геномы человеческих популяций за пределами Африки почти полностью произошли в результате единственной крупной миграции около 50-70 тысяч лет назад. Эта миграция сопровождалась скрещиванием с неандертальцами, или эти контакты были вскоре после нее, что привело к появлению около 2% неандертальской ДНК в геномах всех неафриканцев. По длине этих неандертальских сегментов было определено, что событие смешения произошло около 52-58 тысяч лет назад, а значит миграция из Африки должна была произойти до этого периода. В итоге уже смешанная с неандертальцами популяция быстро распространилась по Евразии и Австралии, однако детали этого процесса остаются плохо изученными. Были ли маршруты миграции прибрежными или внутренними, а может и теми и другими? Где и когда начали разделяться предки современных популяций? А также в какой степени современные популяции сохраняют генетические следы этих древних людей? Исследования древней ДНК с использованием образцов возрастом 50-70 тысяч лет потенциально могли бы дать ответы на эти вопросы, однако где же их взять в достаточном количестве и качестве? Предыдущие генетические анализы указали на эффект основателя, когда огромные территории были заселены изначально малым количеством представителей человека разумного из одного источника. При этом генетическое разнообразие снижается по мере удаления от Африки по основным маршрутам расселения. Результаты более ранних работ также указывают на большое количество малых узких мест, своеобразных бутылочных горлышек. При этом снижение генетического разнообразия вдоль маршрутов миграции довольно плавное и не дает доказательств серьезных генетических разрывов, которые можно было бы интерпретировать как доказательства существования человеческих рас. Однако за 50 тысяч лет, в процессе перемещения популяций и их неоднократного смешения, ситуация стала значительно отличаться от древней, что отражено в геномах древних и современных людей. Таким образом, понимание того, как складывался генофонд популяции после первоначального выхода из Африки, затруднено из-за сложности последующих событий и нехватки древней ДНК, что требует более сложных методов для ответа на поставленные вопросы. Один из таких методов основан на Y-хромосоме человека. Благодаря гаплотипам или совокупности аллелей на локусах одной хромосомы можно создать подробное калиброванное филогенетическое дерево. Несколько таких деревьев были построены независимо друг от друга и все они указывают на массовое распространение неафриканских линий около 50-60 тысяч лет назад, начиная с одной гаплогруппы, обозначенной как CT. Принимая во внимание редкую африканскую линию D0 и временные рамки, авторы ранее утверждали, что первоначальные расколы внутри линии CT, вероятно, произошли еще в Африке до выхода. А три линии C, D и F были переданы предками современных неафриканцев. Каждая из этих трех линий впоследствии также разделилась. C и D умеренно, а F на значительно большее количество линий. В данной работе ученые решили более детально взглянуть на ранние деления внутри этих трех линий. Результаты В описываемой работе авторы собрали доступные последовательности линий C, D и F из международных исследований и дополнили выборку известными редкими линиями, потенциально имеющими отношение к их раннему разделению. В частности, австралийская C, западноафриканская D0, андаманская D и F хромосома из Китая, Вьетнама и Сингапура, что в сумме дало 1204 линии. Полученное в результате дерево Y хромосом отображает 50 линий, причем африканские линии представлены только четырьмя основными африканскими гаплогруппами, без их последующих ветвей. Однако неафриканские линии представлены более полно, чтобы включить все те, которые произошли до 45 тысяч лет и были найдены в выборке современных Y хромосом, вместе с некоторыми из более распространенных недавних линий. Как и было показано в предыдущих анализах, эта филогения показывает, что каждая из трех начальных линий C, D и F подверглась быстрому расширению вскоре после 54 тысяч лет назад, так что уже около 50 тысяч лет назад было 30 неафриканских линий, 7 ветвей в пределах C, 5 в пределах D и 18 в пределах F. А к 45 тысячам лет назад количество ветвей в пределах линии F возросло до 24. Дерево гаплогрупп совместно с современным их распространением на основе анализа 2319 последовательностей дают представление о географии возможных ранних миграций. Линия C разделена на две, C1 и C2. Линия C1 в наши дни встречается преимущественно в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, плюс Океания, в то время как линии C2 более распространены. Линии D практически полностью ограничены Восточной и Юго-Восточной Азией. А вот гаплогруппа FM89, известная ранее как FT, в настоящее время распространена по всему миру. Но самое раннее ее разделение было на F1, F2, F3 и JHI, JK. Это, кстати, было название только одной линии. При этом гаплогруппы F1, F2 и F3 известны только из Восточной и Юго-Восточной Азии, в то время как мегагруппа GHIJK встречается повсеместно. Однако ее линии часто имеют более специфичные для континента распределения. Полтора десятка этих линий, происходящих до 50 000 лет назад, представляют Восточную, Юго-Восточную и Южную Азию, за исключением нескольких специфичных ответвлений для Океании. И только H2 характерна для Европы. Но ни одна из линий не относится к региону, примыкающему к вероятному маршруту выхода из Африки, где в настоящее время в исследованных выборках присутствуют менее половины линий. И хотя данные ограничены, можно сделать два вывода. Во-первых, ни один из древних образцов не несет линий Y-хромосом за пределами 30, которые уже были 50 000 лет назад. А во-вторых, линии C1A и C1B, которые в настоящее время ограничены Восточной, Юго-Восточной и Южной Азией, а также Океанией, 30-40 000 лет назад были более распространены, в том числе в Европе, где они сохранялись примерно до 8 000 лет назад, а потом были заменены другими линиями. Если представить простую модель расселения анатомически современных людей из Африки в Азию и Океанию, без последующего изменения в континентальном масштабе, можно было бы ожидать, что первоначальное расхождение в филогении Y-хромосомы произошло бы в географических точках, близком к Африке, как изображено на графике. Однако в действительности наблюдается иная картина, и распределение этих линий смещено дальше на восток, как на другой модели. Но попробуем разобраться. Филогения, унаследованная от матери метахондриальная ДНК, как и Y-хромосомы, также сохраняет информацию о событиях 50-70 000 лет назад, хотя и специфичную для женщин, и с меньшей детализацией из-за ее более короткой длины. Тем не менее, это дает полезное сравнение. За пределами Африки первоначальный раскол, выведенный из комбинаций древних и современных последовательностей, был между линиями М и предковой Н. Причем расхождение в пределах М датировалось около 44-55 тысяч лет назад, а в пределах Н – около 47-55 тысяч лет назад. Современное географическое распространение линий метахондриальной ДНК менее специфичное, чем для Y-хромосомы, и обе эти основные линии широко распространены по всему миру, хотя М отсутствует у современных европейцев, за исключением недавних миграций. Однако эта линия М присутствовала у ранних европейцев, по крайней мере, до 28 тысяч лет назад. Таким образом, метахондриальная ДНК разделяет историю изменений континентального масштаба с Y-хромосомой, как потеря гаплогруппы М в Европе после 28 тысяч лет назад. Кроме того, метахондриальная линия Н демонстрирует филогеографическую картину, ожидаемую от простой модели расширения, с ее самым ранним разделением на Западе. Как же тогда можно согласовать современную Y-хромосомную филогеографию с распространением за пределы Африки? Хорошо известно, что все обнаруженные современные линии Y-хромосомы восходят к Африке в какой-то момент человеческой истории, но текущая работа показывает, что самые глубокие корни линий C, D и F, которые в настоящее время наблюдаются за пределами Африки, расположены в Восточной и Юго-Восточной Азии. Объяснение наблюдаемых закономерностей, возможно, заключается в том, что первоначальное расхождение филогении Y-хромосомы действительно имело место на Западе, но в настоящее время самые глубокие линии были утрачены в этом регионе, что согласуется с отсутствием генетической преемственности в Западной Евразии, наблюдаемой в аутосомной древней ДНК и наличием там линий Y-гаплогруппы C примерно до 8000 лет назад. В принципе, это может быть связано с тем, что линии C, D и F были потеряны в результате генетического дрейфа на Западе, но не на Востоке. После чего первоначальные западные Y-хромосомы были полностью заменены линиями с Востока и, возможно, не один раз. Это подтверждается наблюдаемым распространением ранних расходящихся линий C, D и F, которые в настоящее время находятся в Восточной и Юго-Восточной Азии и, согласно современному набору данных, согласуются с более вероятным происхождением мегагруппы GHIJK на Востоке. Дополнительные данные и находки возрастом более 45 тысяч лет могли бы более детально прояснить эти вопросы. Но и сейчас исследования древней ДНК начинают демонстрировать некоторую истинную сложность генетической истории людей, включая предоставление доказательств крупномасштабных межконтинентальных перемещений за последние 30 тысяч лет. При этом сама модель выхода из Африки требует крупных межконтинентальных перемещений 40-60 тысяч лет назад, включая более позднее заселение Америки. С этой точки зрения, более вероятно, что крупномасштабные перемещения продолжались и на протяжении всей древней истории человечества. И таким образом, замещение гаплогрупп с Востока является адекватным объяснением, которое следует рассматривать в дальнейшем. А я благодарю всех, кто участвовал в голосовании. Не стоит расстраиваться, если выбранная тема набрала меньше голосов. На некоторые важные исследования я всё равно буду делать обзоры. А всем удачи и до новых выпусков. И прошу не забывать про поддержку канала. Это можно сделать по ссылкам в описании к видео.